Друзья, начинается вторая схватка и идет представление следующих бойцов, бойцов следующей пары. Итак, следующим у нас уходит молодой проспект из Японии Тамиюки Хашимото, в основном он прославился, борясь по фиолетовым, коричневым и синим поясам, очень активен был на международной арене, но по черным поясам, он уже был в ACB, представляет команду Карпы Дием из Японии. Это у нас категория до 60 кг, Майки Арауджио уходит, представитель команды Чекмат. Выбегает в кепке. Мне интересен сам факт того, что японец борется не по классическому дзюдо, а именно по бразильскому джиу-джитсу. Хотя, наверное, японцы также считают этот вид своим. Нет, на самом деле, очень много японцев практикуют джиу-джитсу, даже те же Tokyo Open, тот же Rixon Gracie Cup, знаменитый Rixon Gracie всегда проводит свой чемпионат именно в Токио, в Японии, и Рафаэль Мендес туда, бразильец, приезжает постоянно. Но я, по крайней мере, знаю про этот чемпионат, потому что Рафаэль Мендес, Гильермо Мендес каждый раз туда ездят на этот чемпионат, выигрывают, естественно, его свою категорию абсолютку. Ну и там очень много, на самом деле, борцов из Японии во всех весовых категориях, полные категории, то есть нет пустых брекетов, практически в каждой категории по 8-9-10 человек, даже по черным поясам. Просто нету именно очень именитых японских борцов бразильского джиу-джитсу, нету, собственно говоря, чемпионов мира из Японии. Пока чемпионом мира по черным поясам становились только бразильцы и трое небразильцев, это BJ Penn стал первым небразильцем, который выиграл чемпионат мира по черным поясам, он американец, он с Гавайев. Второй стал Рафаэл Лавато Джуниор, он тоже американец, тренируется в команде Рибейра, он выиграл чемпионат мира как раз в 2007 году. И третий стал Майки Масумеси, последний чемпионат мира, он выиграл чемпионат мира в финале Жуал Мияо в самой легкой весовой категории и стал третьим небразильцем, который выиграл чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу на уровне черных поясов. Поэтому так много знаменитых японцев на самом деле и нету. Но всему свое время. Давай вернемся на ковер, что сейчас происходит. А вот как раз минута закончилась, ровно спустя минуту Арауджо пытался прыгнуть гард. Тамаяки пытался его подловить. И, собственно говоря, подловил. Судья оценивает это действие. Смотрите, удушение проводит. Он поймал левой рукой свою лапу через голову, левой ногой затылок отключил. Мы уже видели это удушение. Кайо Терра на Беркуте душил так Милтона Бастаса. Не удается завершить его. Майки Арауджо удалось выкарабкаться. И Тамаяки оказывается сверху в хафгарде. Пытается сейчас пройти. Ведет 2-0. Мы видим, зарабатывает 2 очка. Да, 2 очка. Он заработал еще про дигдаун. Снова идет на это удушение он. Наработанная, видать, у него эта техника. Левой рукой он, получается, держит захват у шеи. Левую ногу перекидывает, как какое-то подобие лупчелка. Видите, снова левой рукой поглубже забирается захватом. Я так понимаю. Вот, 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 вот. Снова идет он. Он очень хочет завершить поединок этим удушением. Видать, чувствует, что не готов к защите от этой удушки Арауджо. Ну нет, смотрите, меняет свое направление в середине техники. Пытался получить 3 балла за проход Гарден, но тоже удержать не удалось. И выходит за спину. Очень техничный японец. Очень гибкий, пластичный. Ну и видим, что время позволяет ему вести такую затяжную атаку. Забирает спину практически. Да, забрал спину, получил 4 балла. Оба крюка заправил. И, возможно, сейчас будет финиш. Как раз был на ручок. Левой рукой, видите, он схватил за шею. Правой рукой из-под мышки он держит второй отворот. И сейчас всеми силами он будет пытаться финишировать эту схватку. Собственно говоря, у него все для этого есть. Но если он заработает еще пару очков, то это уже будет 28. Да, вы правы. Если бы он заработал еще 2 балла, был бы разрыв превышал 7 очков. Соответственно, раунд зачислялся бы не 10-9, а 10-8 в его пользу. Но есть еще время набирать очки. Две минуты до конца первого раунда. Очень активно начали, кстати говоря. Там Яки 6-0 ведет эту схватку. Мне кажется, Арауджио еще как-то до конца не вкатился в ритм этой схватки. Немножко не успевает за японцем. Японец забирает 2 балла. Делает свип. 8-0 счет. Теперь уже точно 10-8. Теперь этот раунд пока что относится к доминационным раундам, которые оценятся в 10-8. Майки Арауджио на самом деле сейчас сделать бы хотя бы свип. Это серьезно. Чтобы сократить очки и не было такого разгромного счета. Да, на самом деле он может этот раунд проиграть в любом случае. Но лучше этот раунд проиграть 10-9, чем 10-8. Потому что возможно этого одного очка как раз не хватит потом в финальном зачете. Но и японец не собирается сдаваться обратить внимание. Он продолжает свои атаки. Вот закрывает он ноги, по-моему, в замок. Нет, срывается. Пытался выйти за спину, со спины пытался выйти на руку, на рычаг локтя. Собственно говоря, все атаки Арауджио счистил. И оказался японец вновь внизу. Ну смотрите, опять работает очень хорошую гарту японца. Очень легко он переворачивает, сбивает. Дисбалансирует майки Арауджио. Встает, забирает свои баллы за свип. Сейчас если японец поднимется наверх, он получит еще 2 балла за свип. Потому что с его действия. Вот эта позиция, по сути, 2 человека внизу. Но нужно понимать, кто начинал действие. Действие начинал японец со своей спины из гарда. И сейчас он его заканчивает. Он поднимается наверх. Сейчас он получит еще 2 балла. Будет счет 10-0. Судья со мной согласен. А бой за явным преимуществом? Нет. Такого не бывает. Нет, такого в Джорджуце не бывает. Он может сколько угодно длиться. Только досрочно он может закончиться. Только если вас дисквалифицируют. Вы потеряете сознание. Либо болевое удушающее. Уверенно выигрывает Хашимота Томаяки свой первый раунд. 10-2 счет. Но все равно это ничего не меняет. С точки зрения вынесения решений, кто победил этот раунд. Разрыв 8-0. Значит, первый раунд. Хашимота выигрывает 10-8. Да, мы слышим свисток арбитров, который говорит о том, что первый раунд завершен. Что скажешь по первому раунду, Али? Скажу уверенную работу из гарда. И в принципе, я бы заметил как некое превосходство. А то и видно, что Хашимота Томаяки выигрывает 10-2 первый раунд. Он получает оценку 10-8. Он проходит гард и свипует с легкостью. На самом деле, я просто чувствую, что соревновательного опыта у молодого Японского проспекта чуть побольше. Несмотря на то, что Майки Арауджио гораздо старше его и имеет больше опыт в принципе ношения черного пояса. Он, можно заметить по его поясу, он второй дан черного пояса. То есть он минимум 6 лет уже ходит с черным поясом. А это существенно вот такая разница в поясах? Просто в других видах спорта, единоборческих, мы можем встретить, допустим, кандидатов мастера спорта по боксу, который может победить мастера спорта по боксу. На самом деле, конечно, пояса имеют определенное значение, но в целом все равно все зависит, в конце концов, от того, насколько ты хорошо борешься. То есть все черные пояса, они феноменально борются, но между собой они все-таки какие-то уровни делят. То есть есть такие черные пояса, которых могут выиграть и умелые синие пояса. Есть черные пояса, но есть на самом деле такие синие пояса, которых не каждый черный пояс выиграет. Которые просто не сдали, наверное, еще на черный. Да. У нас как таковой сдачи поясов в бразильском джиу-джитсу не бывает. Чтобы получить следующий пояс, это ничего, собственно говоря, не нужно делать, кроме как стабильно тренироваться, появляться у своего тренера на глазах, быть дисциплинированным и, возможно, выступать. То есть выступать не обязательно в бразильском джиу-джитсу, чтобы получить следующий пояс от своего тренера. Достаточно просто каждый день на тренировках показывать уровень борьбы, который, собственно говоря, соответствует вашему рангу. Если вы, условно, синий пояс. Синий пояс – это все-таки уровень наичка. Напомню, что в джиу-джитсу всего 5 поясов. Белый пояс – это самое начало. Синий пояс – это уже опытный ученик. Фиолетовый пояс – это первый ранг тренера. Коричневый пояс – это чуть поопытнее тренер. И черный пояс уже, собственно говоря, последний пояс, пятый. А градации внутри черных поясов – это, наверное, точно так же, как первый дан, второй дан, третий? Все абсолютно верно. В черные пояса просто вы получаете черный пояс, и с этого момента идет отчет времени. Каждые три года первые три данных начисляются раз в три года. Вторая тройка данных, четвертый, пятый, шестой данных, начисляются раз в пять лет после третьего дана. Шестой, седьмой, восьмой раз в семь лет. И девятый, извиняюсь, седьмой, восьмой, девятый раз в семь лет. И уже десятый дан спустя 10 лет. А есть живые десятые таны? Есть, есть, есть. Около пяти живых. Они даже в Москве. Рафаэль Мансур недавно, красный пояс по джиу-джитсу, приезжал в семинар, но он очень пожилой такой. Я, к сожалению, на семинар не попал. Откуда он родом? Из Бразилии. Все красные пояса по джиу-джитсу, которые живы, точно из Бразилии. Тем временем заканчивается середина... Ну, даже не заканчивается. Мы к ней сейчас плавно перейдем через три секунды. К середине второго раунда. Счет пока не открыт. Японец продолжает атаковать. Тамаяки сверху, да. И снова он сидит в хаффгарде. Я снова видел эту попытку. Видите, он левой рукой, это у него прям такая наигранная атака. Он левой рукой цепляет как можно глубже, заходит вам под челюсть. Даже, я бы сказал, не под челюсть, его волнует больше шейная артерия. Поэтому он заходит к вам глубже под шею. Мы видим, как шею убирает Бразилиц, чтобы не попасть. Конечно, Рауджио уже несколько раз чуть не попался, с трудом выкарабкался оттуда. Видно было, он гримасы. Ему это было неприятно. Вот-вот-вот. Очередная атака. Он левой своей стопой закидывается за затылок соперника. И, собственно говоря, наталкивает своей левой ногой его голову на его левую руку. И производит удушение. Вот сейчас... Обратите внимание, насколько пластичен Японец. Потому что под каким углом загнута сейчас его правая нога была. Но при этом он атаковал, и он пытался забросить другую ногу на шею Бразилиц. Правая нога у него в одной плоскости загнута в хаффгарде. Левая нога совсем в другой работает, атакует его голову. Смотрите, сейчас Японец проходит за спину. Скорее всего, нет, не забирает спину. Успевает повернуться Арауджу лицом к нему. Снова в хаффгарде. Основные атаки... Ну, по всей видимости, основные атаки у Японца это именно вот этот лупчок сверху. Я это видел однажды лишь в исполнении. Когда Кайо Терра на Беркуте 2 в Москве задушил так Милтона Бастоса. На самом деле, публике тогда очень понравилось. Были овации. Прям очень громко все аплодисментами покрыли зал. Но у Японца почему-то не получается ни с первого, ни со второго, ни седьмого раза закончить этот поединок этим удушением. По поводу всевозможных красивых приемов в Бразилии, наверное, еще долго мы будем вспоминать, как Диого Брандао сделал болевой Мураду Мачаеву. Вот скажи, пожалуйста, такие приемы, они часто встречаются в бразильском джиу-джитсе? На самом деле, в бразильском джиу-джитсе очень часто встречаются, потому что для этого нужно... Ну, они не понадобились, конечно, Брандао, но в целом этот прием зачастую закидывается, когда мы контролируем рукава соперника. За рукава затягиваем к себе, поднимаем ногами и подкручиваемся на рычаг. В смешанных единоборствах я такое прием... Да, в смешанных единоборствах, конечно, это редкость. Я увидел впервые. Тем временем, извините, Майк Аравджио выходит вперед. Зарабатывает два очка. Да, зарабатывает два балла, но мне кажется, он их тут же теряет. Единственное, почему-то на табло написано раунд номер три, но, насколько я знаю, это второй раунд. Я понимаю, это ошибка, это второй раунд. Да, это второй раунд. Первый раунд он проиграл 10-8, второй раунд пока что проходит в ничью. Так вот, в ММА исполнение, собственно говоря, хеликоптер-армбар называется этот прием. Совершенно верно. Вертолет-армбар. Мы его запомнили теперь уже навсегда. Этот прием очень обиходен в джиу-джитсу, где есть кимоно, рукава, можно за рукава затягивать руки к себе, подбивать соперника. Но в Нолги и особенно в ММА, ну даже не сказал бы особенно в ММА, все-таки в ММА, наверное, можно как-то за кентусы немножко придержать. Если в ММА совсем кисти не удержать, то в ММА, ну, наверное, кентусы как-то можно схватить так, чтобы потянуть. Но Брандау очень умелый черный пояс по джиу-джитсу. Я несколько раз видел, как он закидывает молниеносно этот армбар, собственно говоря. Он дрался тогда, он же дрался в UFC перед тем, как попасть в Fight Nights. И был уволен не за то, что он там плохо выступал, а за некорректное поведение. За то, что плохо себя вёл, если бы точно. Он этим же некорректным поведением пока что запоминается в нашем промоушене. В промоушене совершенно верно. Ну, а у нас пока перерыв, бразилец пока что побеждает. Пока что побеждает, да. Второй раунд у нас закончился в Ничу, первый раунд у нас закончился 10-8 в пользу японца. Можно сказать, что японец выиграл первые два раунда, просто 10-9-10-9. Что за нашивки вот на куртке у бразильца? Это что-то говорит или это просто орналит? Нет, нашивки чаще всего это... Вот смотрите, у японца сейчас вот Carpe Diem на правом плече видно, это Carpe Diem. Бывает два рода нашивок. Ну, в целом это какие-то... Принадлежность к клубу. Принадлежность к клубу. Второе, это какие-то спонсоры, либо фирма кимоно чаще всего, либо что-то такое. Чаще всего на спине клеют, вот именно на спину клеют принадлежность к клубу. Но у японца, например, две нашивки справа, это вот Shoeirol, вот это буква S и три точки, всем известная фирма кимоно. И снизу буква AP это Albino Pretto. Это не команда, это просто название фирмы кимоно, Shoeirol Albino Pretto. А слева, я не знаю, что за нашивка у него, Monkey Grip, может у него какие-то, какое-то свое джиу-джитсу, которое он под этим логотипом ведет. Может просто у него друзья какую-то фирму там запустили, он их рекламирует. А у Майки Арауджо, собственно говоря, ну не Тим Атос на спине точно, потому что у Тима Атоса логотип немного другой, хотя он является представителем этой команды. Но я тоже уверен, что логотип какой-то местной его команды или зала в Мэй, где он занимается. Вот обратите внимание, Арауджо сейчас японца вытолкнул с татами. Да, но это ничего не значит, если бы он его вытолкнул. Вот опять он его вытолкнул. Не-не, это пассивная попытка сделать тейкдаун, понимаете? Если это явная попытка сделать тейкдаун, перевести человека в партер и все это дело передвигается за зону татами, и судья нужно остановить, он оценивает это действие как позитивно для того, кто атаковал. Если же это были вот такие, ну, неявные скачки, они просто как-то переместились в так называемом скрэмбле. В скрэмбле есть понятие в джу-джуце, когда у нас какая-то неразбериха такая, то это, скорее всего, не оценивается судьей. Он пытается оценить более-менее точные действия. Сейчас борьба в стойке, 40 секунд последнего раунда. Японец не прыгает в гард, поскольку он знает, что если он прыгнет, он будет проигрывать 2 балла. Он подождет, скорее всего, еще 10 секунд и ровно через 10 секунд прыгнет вниз. А Майки Арауджо поглядывает на таймер, скорее всего, он сейчас будет пытаться его подловить. Вот левую руку уже подготовил, сейчас будет прыжок в гард и попытка его подловить левой рукой не удалась, но все было ровно, как я и просчитал. Итак, Томаюки прыгает благополучно в гард, получает позицию спайдер-гард, так называемый паук-гард, когда ногами растягиваются локти соперника. Получается сразу же его сбить соперника вниз, он встает, поднимается в хав-гард, получает свои 2 балла за свип и уверенно выигрывает третий раунд этой схватки. Ну, пока не могу сказать, но что, скорее всего, почему-то мне кажется, что Томаюки выиграет эту схватку. Очень уж он легко делает свип, очень уж легко закидывает атаки на удушение с хав-гарда, потом проходит гард, выходит за спину. В общем, целый спектр позитивных действий с точки зрения атакующего борца. Отличный захват у него, он получил, он правой рукой зашел глубоко под лапел, как будто бы для кросс-челка. Может использовать он это действие, чтобы правым локтем отворачивать челюсть соперника, нет, бросает захват, левой рукой начает хватать голову. Больше ему нравится левой рукой с шеей работать, нежели с правой. В любом случае его задача достать правую ногу, так или иначе пройти гард, но решает он пойти в сторону спины, захватывает, нет, меняет свое решение на полпути японец. Все-таки остается сверху, пока что просто смотрит, что предпочит делать Майки. Майки Арауджо пытается встать со свипом, в итоге встает без него, выпуская японца за спину. Японец уже висит на ситбелте, не могу сказать есть спина или нет, судья остановил схватку, сейчас будет перетаскивать. Из-под этого угла не видно, какого рода захвата имеет японец, я полагаю, просто ситбелт без лапелов. Потому что если бы он схватил уже залопу руками, скорее всего он пошел бы ногами финишировать удушение. Так, зал оживился. Да, потому что очень близко все к финалу, либо пол раунда уже закончилось, да. Хашимото имеет... Японец вот в атаке сейчас находится. Да, он в атаке, он правой рукой схватил лапового соперника, если ему удастся полностью развернуться от мата в сторону потолка, скорее всего он завершит этот поединок. Пока что немножко вот это трение его головой о мат и сковывание его подвижности не дает завершить схватку. Им нужно отключить руки Майки, за счет рук тот, собственно говоря, и терпит удушение. Ему ногами своими нужно отключить его руки, чтобы помешать защите. Но пока что он немножко не в том положении. Бросает идею удушения. Спокойно контролирует дальше схватку японец. Оказывается сзади, два балла он ведет. Не торопится, знает, что схватку он выигрывает. Пытается снова заправить левый крюк. А, нет, кстати, вы спрашивали по поводу, что за нашивка у японца сзади. У него не манки гриппа, а манки тейп. То есть он рекламирует вот эти, видите, у него пальцы обклеенные. Новая современная форма тейпирования, когда ты их наклеиваешь, как изоленту. Да, 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 да. И на тело можно наклеить, и на руки. Мы, на самом деле, чаще всего пользуемся лейкопластырями обычными, но сейчас джиу-джитсу уже становится модным видом спорта. Все для удобства придумывают. И, собственно говоря, разные фирмы, которые продают те или иные разноцветные всякие тейпы, не тейпы. В общем, все, что угодно для вашего джиу-джитсу. Джиу-джитсу становится очень популярной в мире. Он, в принципе, в мире уже давно популярный. Но я бы сказал, что бразильское джиу-джитсу становится популярной. Да, я именно про бразильское джиу-джитсу говорю. Потому что спортивное джиу-джитсу развивается достаточно давно. Не могу сказать, что оно пользуется бешеной популярностью. У них не было своего хоис-агрессии. Мне кажется, что бразильское джиу-джитсу в первую очередь популярно точно так же, как китайский бокс на волне смешанных единоборств. Определенно, да, да. Если мы возьмем бэкграунд большинства бойцов, западных бойцов смешанных единоборств, все так или иначе занимаются этим. Они занимаются как в качестве ударной техники, подготовки ударника, они занимаются тайским боксом. В подготовке борца они занимаются бразильским джиу-джитсу. Потому что бразильское джиу-джитсу дает весь арсенал... Полноценный спектр борьбы. Да, полноценный спектр борьбы и весь арсенал борьбы в партере. То есть и удушающие, и болевые. Как на руки, так и на ноги. Да, да, абсолютно верно. Причем, как мне рассказывал Аюк Магомадов, который в нашей студии сбывал, он говорил о том, что некоторые вещи бразильского джиу-джитсу пришли с нашего самбо, именно на болевые на ноги. Вполне возможно. Знаете, джиу-джитсу, нельзя сказать, что... Не то, что их там не было. Они были, но не уделяли внимания. Да, да, да. После того, как наши бойцы начали делать эти приемы, бразильские джиу-джитсы начали обращать внимание именно на болевые. Но давай дождемся теперь оглашения официального вердикта. Все понятно. Да. Пальцову бразильцу тоже все понятно. Поединок закончился. Молодой японец выигрывает свой... Не дебют в ECB, уже выступал он в этом промоушене. Боролся он в гран-при фезер-вейтов, где, собственно говоря, Паулу Мияу выиграл чемпионат у нас в Москве. Если вы помните, тогда Паулу Мияу в первом раунде... В конце первого раунда Асфальдо Малзинио сломал ногу. И со сломанной ногой Паулу выиграл еще два раунда. Забрал эту победу у Асфальдо. И, собственно говоря, во второй схватке одолел Агусто Мендеса. И в финале одолел Габриэля Маргонни, чтобы стать чемпионом. Your winner by way of points in the red corner, Tomoyuki Hashimoto! Спасибо! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Какая замечательная перформанска! Редактор субтитров! Я люблю эту шоку! Это что ты делаешь каждый раз или новое? Да, спасибо! Спасибо большое! Я люблю шоку от half guard. Я пытаюсь шоку или пас 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 пас! Это было потрясающе! Субтитры, что ваша главная игра, вы не остановили слишком долго, вы просто перейдете на пас. И что выitzer на несколь咴, подписал при работе на пас, и класс, это потрясающе! Я должен быть острый гандар. Пас culture тебе потрясающе! То есть, оберегатель для пас дефазит. Вы может доверничатьーー-сarshказа или скажу просто plarett. ج COBに кост ALEX'у у倒 Magrighぶство в ciel? В одной из Covid-19s без хорошо conKT, тот для потом Сергей. Спасибо большое! Поге herdали! Спасибо большое! Ринг-анонсер по-японски поблагодарил Хашимото Отметил его невероятную гибкость в суставах Особенно в коленном суставе Хашимото рассказал о сильных сторонах своего оппонента Но, тем не менее, ему удалось все эти сильные стороны преодолеть И победить в этом бою Что, собственно, мы вместе с вами сейчас увидели И ждем объявления третьей пары сегодняшнего вечера Субтитры сделал DimaTorzok